Грета Тунберг отчитала мировых лидеров, и она так сказала, за годы пустой болтовни и климатического бездействия. Она критикует Англию, США, Китай за манипуляцию статистикой. Много всяких примеров приводит, особенно об Англии. Завело ее, что Англия называет себя мировым лидером в области климата. А у них электростанции, крупнейшие источники выбросов углекислого газа, говорит она. У них авиация. Да, у них все на угле. Это традиция. Да, короче, она их поставила в угол всех. Ну, вот у меня такое ощущение, что мы уже не слушаем ученых, у нас уже недоверие к ученым. А вот девочку эту, это печатается везде, девочку эту слушают, девочка эта на пьедестале. Это наше время такое? Наше время самое продажное и самое грязное время. Взяли девочку. И сделали из нее звезду. И сделали из нее кого надо. И вот выпускает ее на коротком поводке. Вы думаете, что здесь за ней стоят все-таки силы? Как это так? Да? Да кто бы ее услышал бы. Средства массовой информации, они не знают, что делать. Они одним глазом смотрят на человека и понимают, куда вам можно их писать, чтобы заработать рейтинг. То есть все эти средства массовой информации, зеленые силы, которые вот они стоят за ней. Ну что, неужели ты думаешь, что ребенок выскакивает сам на сцену? Кто позволит? Кто даст? Время. Время радио, время экрана, телевизионное время и так далее. Зачем это делается, скажите мне, пожалуйста? Ну, во-первых, мир нуждается в шуме, в немножко таком... Отвлечении. Да, в отвлечении первое. Второе. За этим совсем большие силы, которые от этого выигрывают. Каких бы героев вы выводили сегодня? В каких героях нуждается сегодняшнее время? Это должна быть какая-то очень серьезная организация. Собрание ученых, политиков, экономистов, которые все вместе сидят и серьезно обсуждают, что мы можем сделать. Но сначала необходим очень серьезный доклад, то есть исследование. Мы должны подойти к глубинной проблеме того, что происходит? Глубинная проблема нам понятна. Это вам она понятна. Это вам она понятна. Никто об этом особенно-то не говорит. Вот я как раз хочу спросить, должно быть человечество прийти к глубинной проблеме? Или мы сможем вот так вот... Не сможем ничего сделать. Не сможем. Должны будут. Нет, конечно, это все... Все тянут, каждый в свою сторону, где он может больше нажиться. То есть вот этот мой вопрос, кого вывести, чтобы его слышали, того, кто приводит к этой глубинной проблеме? Если бы они серьезно взялись бы за этот вопрос, они бы пришли к мнению, что делать ничего нельзя и ничего не надо. Есть только один ответ. Привести мир к равновесию мы можем только в том случае, если мы сами войдем в наших отношениях в равновесие. И тогда мы просто окажемся в мире, в котором всем будет все достаточно и хорошо. Это не фантазия и не утопия. Это просто то, что произойдет по неволе. Если мы сделаем равновесие в мире на уровне человек, то все более низшие уровни, животный, растительный и неживой, они тоже придут в равновесие. Вот видите, для нашего мира Грета герой, потому что она укладывает других, она укладывает, она вставит в угол. Она не дает решения. Она не дает решения, а то, что вы говорите, миру это, знаете, это ему, вы никого не укладываете. Вы как бы обращаетесь к тому же человеку, что он должен измениться для добрых связей. А на это человек пойти не может, не хочет. Он не может, значит, не может, тогда и его уложат. Ему нужен враг. Он сам. О, представляете? Он сам. Вы говорите, ты сам, из-за тебя вот эта вот экология человека, вы говорите. Да. Как же мы выкрутимся из этой истории? Как мы... Никак. Или себя убьем, или начнем себя менять. Одно из двух. Только исправление человека. Оно может привести природу в равновесие. А привести человека в равновесие можно только лишь, если мы постепенно будем между нами создавать атмосферу возлюби ближнего. Последний мой вопрос. Мы должны измучиться все, да, в поисках выхода. Измучиться, чтобы прийти к тому, что вы говорите. Тогда мы здесь действительно пожелаем слышать, слышать ответ. Мы его сможем слышать. Жалко. Ничего. Жалко. Это все нормально. Нет, нет. Нет, нет. Высшее управление, оно все знает, оно все умеет, оно все... Оно все и делает. Да. Субтитры создавал DimaTorzok